В мире стратокастеровой сказки. Стратокастер, ты такой стратокастер? Ну что, Дим? Сейчас исправим. Мы сделаем немножко выше струны, для того, чтобы сделать чуть-чуть больше тона и немножко нивелировать вот этот вот слишком уж чересчур стратокастеровый вот этот лязг. Ну и в целом постараемся немножко попизже настроить машинку, потому что все-таки при возврате получается, что здесь кто в лес, кто в подрова. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, наверное, начнем ебатню с пружинами. Ну, просто я считаю, что лучше вначале сделать пружины, а потом уже настраивать вот эту хуйню. Ага. Потому что мы сейчас ее настроим, будем пружины менять, там потом надо будет... Давай посмотрим, что у нас там с пружинами. Давай. Значит, переворачиваем. Вообще, конечно, абсолютно стоит этим позаморачиваться, этим позаниматься. Я знаю, что многие, ну, как бы, ложат болт на эту машинку. Ой, та ну ее нахуй, это ее надо вот это отстраивать, струна рвется, песню не доиграешь, ей подергаешь, гитара тут же расстраивается, ну и вон нахуй все это, блин, фигню эту. Лучше закручу ее до конца, отстрою мензуру и как-то буду играть. Правильно, блин? Ну, да. Забывай о том, что, в принципе, работа... Ты же за это деньги платил, блин. И не пользуешься этой опцией. Ты за это заплатил, а ей не пользуешься, да? Это как в машине ты не пристегиваешься, если, знаешь, то этот нивелирует 30% стоимости машины, знаешь? Да. И второе, о чем тоже, ну, наверное, более важное, чем первое, второе, вторая причина, по которой надо этим позаморачиваться, все-таки игра с Тремоло, с этой машинкой, она все-таки это определенная краска. Джефф Бек, Скотт Хендерсон, Ричи Блэк Море, правильно? Да. Пацаны все время играют с машинкой, из рук ее не выпуская. Джимми Хендрикс, кстати. Джимми Хендрикс, ну, у него ему было все похуй. Он играл по своим правилам, по своим законам. Поэтому машинка вещь нужная. И я вот буквально там 2-3 дня поиграв, понял, что я хочу играть с машинкой. Я хочу играть с машинкой, блядь! А чем же тебе, мой милый эксперт, не понравились эти пружины? Чем эти пружины пизже, чем эти? Да не знаю, блядь, сейчас попробуем, просто надо... Ну, вот эта пружина, она какая-то, вот она. То есть, если это беленькая, то это... А, вот так елочкой даже, мамма миа! Пизже! Да! Знаешь, земля все-таки... Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе чуть мешает. Ой, блядь, надо наоборот. Что-что, почему? Потому. Почему же, почему? Сейчас объясню, смотри, вот эта пружина более жесткая, чем вот эти. Ее надо по центру. На глаз, оно где-то... На глаз, да? На глаз. Смотрим, оно у нас где-то так было. Но оно сейчас все равно опущенное. Просто, блядь, все. Что ж мы поделаем? Так, давай тюнер. Тюнер! О! О! А ну, а ну! О! Мною было принято решение снять всю машинку. Посмотреть, чего оно там не возвращает обратно в исходное положение. Короче, мы сняли машинку. Ну, как сняли, еще не совсем сняли. Еще пока просто ослабили ее полностью. И теперь мы ее таким вот образом снимаем с ножей. И смотрим на, опять же ж, на группу грибы. Вот. Вот здесь вот. Ты тряпку дай! Таким вот образом, нехитрым, мы отсюда извлекаем все загрязнения, которые здесь побывали за, сколько она, 2000 года, 2001, 16 или 17 лет. Думаю, что это никто никогда не убирал. Вот, эти штуки тоже мешают нормально вернуться в машинке. На самом деле, там чуть-чуть проетые ножи, стертые. Можно сделать такой вывод, что предыдущий хозяин, жирный Америкос 140 килограмм, в очках минус 200, он часто дергал ручку, блядь, да? Походу, да. Походу, он ее дергал так, что, блядь, ей аж хуево было. То есть, он ее подергал, подергал, и такой, ахуй с ней поставлю на ebay, у меня кто-то из третьих стран, третьего мира, кто-то ее купит. Кто-то да и купит. Так, ножи. Состояние ножей такое, чуть-чуть плачевное, они уже чуть-чуть вот здесь вот, может влиять на вот этот возврат. Потому что тут уже есть выработка. Вот. А выработка, то есть, оно там нечетко сидит. Вот. Но мы попробуем все равно, типа, получится, не получится. Дай посмотреть. Вот. Видишь, вот так видно, видишь, вот тут выработка. Вот, может, ногтем просто. А, ну, я не сказал бы, что она прямо... Есть, 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 есть. Какая-то есть, вот здесь, вот, на районе первой струны. Но сказать, чтобы она так ощущалась критично. Всю нашу машинку, возможно, она сейчас все и пройдет. В принципе, можно сказать, что это абсолютно такая же система и технология, как и Флайдроуз, да, Серый? Да, только без замка. Без замка и микроподстройки. Система, да. Микроподстройки, те же самые два болта, ножи. Так, Флайдроуз пошел же от этой системы. Сначала была эта система на шести болтах. На шести болтах, да. На шести болтах. Это была система на шести болтах, я думаю, что Флайдроуз сделал. Я бы сказал, вот так правильно даже сказать о шести болтах. Потом такие же пацаны, как этот жирный Америкос, они дергали, дергали, дергали. Поняли, что нахуй шесть болтов, давай только два болта. Да, но... Но это уже, наверное, было заимствовано именно от системы Флайдроуз. Ну, там трение. Там в шести болтах, там больше трения. Есть люди, которые эти шесть болтов нахуй... Как-то там внутри отпускают четыре штуки. Да, да, да. И на двух крайних точно так же. На двух крайних оно там держится. Ну, не знаю, там, насколько оно правильно, неправильно. Ну, если работать, значит, правильно. У некоторых работает, у некоторых не работает. Хуй, поймешь. То есть сначала есть какой-то... Ну, попробуй сам. Ой, подожди, а что же я ее... Не, она вроде бы нормально. Она сначала... Я понял, подожди. Сначала преодолевает какой-то упор, а потом... Препятствия, да? Да. Нету четкого упора, блядь. В нож? Угу. Ну, в болт. Ножа в болт. Да, да, ножа в болт. И поэтому оно вот здесь вот как-то... Ты его когда загибаешь туда, оно где-то упирается и не возвращает его обратно. Ну, в общем-то, мне и не надо наверх. Давай хотя бы, чтобы просто вниз я мог. Вниз. Ход конем. Ход конем. Мы сейчас еще слабим. Так. Попробуем еще чуть-чуть подтянуть пружины. И еще не нужно. Давай мы тогда сделаем ход конем по-другому. В пружинах уже такая натяжка, что реально может яйцо оторвать. Еб ты. Нормально. Короче, оно тут закручено уже все, блядь, до упора. На двух пружинах. Ну, вроде как... Ну, в общем, возвращается лучше. Последний ход последним, сука, конем. Последний ход последним конем. Крышечку в этом плане надо обязательно одевать. Ну, и вон, нахуй, блядь, без яйца остаться из-за какого-то ебучего. О, я сори. Смотри, оно вроде бы как заработало. Но, во всяком случае, минимальный идет ход назад. Надо сейчас настроить гитару, да? И, в принципе, наверное, включить. Так. Сделаем так. А ну-ка, поиграй. Торни... Торни, мазафака, арон. Ну, я не сказал бы, что гейм-овер. Смотри! Получается такая конетиль, что, получается, затянуть он нахуй. Пока. Пока не придет что-то светлое в голову. У меня уже пришло светлое решение. Покупается просто другая машина, такая же, со свежими ножами, новые болты. Ставится новая машина. Это стоит, правда, 250 будет где-то стоить. Уе! 250, блядь. А вдруг не будет работать? Будет такая же хуйня какая-то. Будет пиздец. Так мы же не узнаем, будет она работать или не будет она работать. Пока мы не попробуем. Да, но мы вначале попробуем все-таки эту довести машинку до ума. Сама машинка идет назад неровно. Она вот, смотри, вот она стоит, например, в спокойном положении. Ты ее тянешь, ты ее тянешь, а она не просто назад отходит. Ты ее натянул, а она возвращается назад через какую-то ступеньку. Тын, тын. Ну вот. Все, закручиваем туда назад. Да? Ну и сейчас мы посмотрим, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА